Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Добрый день. Президент Казахстана провел переговоры с председателем КНР. Встреча состоялась в Пекине в Доме народных собраний. Касым Жумар Тукаев и Си Цзиньпинь обсудили широкий спектр вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Глава государства пригласил китайского лидера совершить государственный визит в Казахстан в сентябре этого года. И это приглашение, как сообщается на сайте Аккорды, Си Цзиньпинь принял. В дружественной беседе Касым Жумар Тукаев отметил великолепную организацию церемонии открытия зимней Олимпиады. Сегодня на 98-м году жизни скончался Абдижамил Нурпийсов, известный писатель, переводчик, внесший большой вклад в развитие казахской литературы. Участник Великой Отечественной Абдижамил Нурпийсов родился 22 октября 1924 года в Казалардинской области. Написал такие известные романы, как «Курлянзия» и «Кровь и пот». Знаменитая трилогия, охватывающая события, происходившие в Казахстане во время Первой мировой и гражданской войн, переведена на 30 языков мира и заслужила признание зарубежных критиков. В 2019 году президент Касым Жумар Тукаев вручил Абдижамилу Нурпийсову особый знак отличия. В Марокко пятые сутки пытаются добраться до мальчика, который упал в узкий колодец глубиной 32 метра. Специальная камера показала, что пятилетний Райан жив, но получил травмы. Ему спустили воду, еду, кислородную маску. И в пятницу было зафиксировано слабое движение ребенка, так что его продолжают считать живым. Работы ведут круглосуточно. Несмотря на риск обвала породы, необходимо дойти до уровня, на котором застрял мальчик, и затем пробить стенку колодца. Затаив дыхание, за спасательной операцией следит вся страна. Эта драма вызвала волну сочувственных посланий в интернете. Арабский хэштег «SaveFrine» стал вирусным в регионе Северной Африки. Проливные дожди в Боливии оставили без крови свыше 60 тысяч семей. Подмытые стены домов падают одна за другой. Больше всего от удара стихии пострадала столица Ла-Пас. В регионе сохраняется угроза схода оползней. Спасатели эвакуируют жителей, но не все спешат покидать квартиры из-за разгула мародерства. Из-за непогоды на большей части страны введен оранжевый уровень опасности. Позавчера начался сильный дождь. Вода хлынула рекой к нам во двор. Мы очень испугались. Не спали до часу ночи, присматривая за домом. Тем временем на востоке Казахстана 108 населенных пунктов вошли в зону паводковой опасности. Спасатели региона приступили к оценке рисков весеннего половодия. И экстренные службы намерены действовать на опережение всех возможных сезонных угроз. В районах начатой работы по сооружению дамб вдоль русел горных рек. В селах мобилизована техника коммунальных служб. И эти масштабы противопаводковых действий увидел Вячеслав Фитлугин. В борьбе с паводками главные маневры. После половодия 2018 года, когда на окраинах Усть-Каменогорска затопило больше 150 домов, спасатели скорректировали план борьбы с наводнениями. Стало ясно, угрозу представляют промерзшие русла малых рек. Противопаводковые мероприятия в Восточном Казахстане напоминают зону боевых действий. Например, в Усть-Каменогорске город разбит на квадраты. Если в одном районе идет расчистка арыков, то в другом вот так растапливают ручьи. Что же касается отдаленных населенных пунктов, то там планируются масштабные берегоукрепительные работы. Подпитанная талыми водами река Маховка в поселке Согра способна подступить к жилым районам. Ее решено сковать километровой насыпью. Промываем наши ручьи, которых в городе шесть, значит, от наледи и берегоукрепительные работы. В этом году проводится на реке Маховка, вот, значит, в районе дач, которые превратились уже практически в жилые массивы. В настоящее время идет опуска арыков от снега, от мусора, от сорослей, сорной растительности. На следующем участке фронта противопаводковых мер идет расчистка 25 километров водоотводных каналов арыков. В их сооружения из городского бюджета инвестировали 30 миллионов тенге. На борьбу с паводками уже в масштабах региона рассчитывают потратить до 2 миллиардов тенге. И столь внушительные расходы вполне объяснимы. В зоне риска находятся 108 прибрежных населенных пунктов. Местными исполнительными органами проводится работа по увеличению материальных резервов, в частности, заготовка мешкотары. Заготовлено уже более 85 тысяч единиц мешков. Инертные материалы больше 6 тысяч тонн. Как подготовились к возможным паводкам, не сэкономили ли на тех же инертных материалах в селах, проверят мобильные группы департамента по чрезвычайным ситуациям. До середины марта спасатели рассчитывают преодолеть тысячи километров и проинспектировать самые отдаленные районы области. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Жительница Петропавловска приютила в своей квартире гуся. Пенсионерка взяла его к себе, когда он был совсем маленьким. Теперь птица выросла и вместе с своей хозяйкой они часто гуляют на улице, удивляют прохожих. Наш корреспондент Нургуля Ахметова встретила их на прогулке и услышала трогательную историю о спасении гусенка. Нургуля, покажи крылышки. Вот так крылышки. Ой, какие красивые крылышки у нас. Молодец. Гага, пожалуй, самый знаменитый гусь Петропавловска. Его вместе с хозяйкой часто встречают на улицах города, снимают на видео и публикуют в соцсетях. История о том, как гусь оказался членом семьи Любови Зубаревой, довольно трогательная. Пенсионерка, можно сказать, спасла его от гибели после того, как он вылупился у знакомых в инкубаторе. Вывели его, его другие гуси не приняли. И все, начали его забивать. Мне жалко стало, я его забрала к себе. Вот неделька ему, вот такой вот был комочек. Сам по себе гуляет? Вот, с хозяйкой. А, с хозяйкой, веленький, чистенький такой. Прогулки у них по расписанию. В теплую погоду по 20-30 минут в день. Потом купание и игры с домашней собакой, с которой гусь успел подружиться. Пенсионерка говорит, Гага, птица смышленая. Все понимает. У него вот развитие, у него как двухлетнего ребенка. Он все-все, вот что я скажу ему, он знает, где хлеб лежит, где еда, у собаки корм где. В неделю раза два наливаю джакузи полную. Все, он ныряет там, потом крыльями как даст до потолка вода. Самый распространенный вопрос, который задают пенсионерке прохожие, как долго осталось жить гусю. Но пускать под нож своего пернатого питомца Любовь Ивановна не собирается, планирует передать его детям, которые живут у России в частном доме. Нургуль Ахметова, Руслан Ильев, Петропавловск, Хабар-24. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин